Вы бы хотели эмигрировать в Европу и создать там свой бизнес? Знаете ли вы, что по государственной программе бизнес-эмиграции в Великобританию вы можете переехать туда с семьей на ПМЖ в течение нескольких недель? Английская компания London Biz приглашает партнеров для ведения совместной деятельности в Лондоне. Такое сотрудничество – это возможность получать серьезный доход в Англии и оформить британское гражданство. Узнайте детали на сайте компании. Ссылка ниже. За период правления Владимира Путина Россия исключена из большой восьмерки. Лишена права голоса в Совете Европы, выбыла из состава Совета по правам человека ООН. Против нашей страны введены экономические санкции, в то время как в НАТО приняты 10 новых государств. Все это в стабильной России называется. К нам стали прислушиваться, нас стали уважать. Начинаем. Кстати о санкциях. А кто-нибудь обратил внимание, что ни один российский закон о контрсанкциях в отношении Запада не запретил нашим чиновникам покупать недвижимость за рубежом? Или отправлять своих отпрысков на учебу в проклятую Америку и в мерзкий Лондон? Российские антисанкции направлены против нас с вами на лишение населения импортных лекарств и продуктов, на рост безработицы и так далее. В то время как они лупят по конкретным чемушам и госкорпорациям, так кто оборонишь-то бомбит на самом деле? Че не смеетесь-то? Не смешно? Не поняли, да? Это Россия! Вновь отличилась российская Пэрис Хилтон в смысле принцесса всея Руси Лиза Пескова на днях. Выяснилось, что девушка проходит стажировку в Европарламенте в офисе депутата от Франции Эмерика Шапрада. Вот это поворот! Нет, ну то, что дети российских мегапатриотов живут и учатся в старом свете, имеют гражданство и даже подданство других стран, куда не шло. Ну, чтобы вот так вот открыто человек устраивался работать на вероятного противника, на политика, представляющего государство, входящего в североатлантический альянс. Слушайте, я даже не знаю, как это комментировать. Папа девочки, высокопоставленный чиновник, правая рука нашего президента, по сути. И президент нам на днях рассказывал о каких-то ракетах, о том, что мы находимся в повышенной боевой готовности, пусть враги из НАТО об этом знают, а затем становится известно, что дочка правой руки главного работает в этом НАТО. У меня сейчас мозг взорвется. Вы можете себе представить, чтобы во времена Союза дочь какой-нибудь Фурцевой пошла трудиться в американское или английское посольство? Я думаю, что все члены ЦК на том свете вздрогнули, когда узнали, что так можно, оказывается, этот дурной сон какой-то, но больше всего умилело, как усатый папашка откомментировал ситуацию. Это обычная практика, обычной студентке серьезно. Может, тогда проще принять закон, разрешающий отпрыском представителей российской власти в ЦРУ и МИ-6 идти служить? Это реальная журналистика. У нас уже не коррупция, господа, у нас беспредел. Вот о чем сегодня будем говорить. Поехали! А вот теперь предлагаю о грустном. Помните, в одном из прошлых выпусков я вам рассказывал о том, как на детях в нашей стране зарабатывают разные странные личности? Речь в том выпуске шла о столичной организации Стопки Днеппинг. Ребята, на первый взгляд, делают доброе дело, помогают матерям после развода получить опеку над собственным ребенком. Ну, бывают случаи, когда муж, являясь состоятельным человеком, вонаглую забирает ребенка себе, и экс-супруга-домохозяйка ничего не может с этим поделать. Тут на помощь приходят Стопки Днепперы, такие робины гуды современности. Но не все так просто. Нам удалось выяснить, что благотворители занимаются тем, чем занимаются, отнюдь не из человеколюбия. Это серьезный бизнес, поставленный на поток, но обо всем по порядку. Как я уже сказал, мамашки, коих находят Стопки Днепперы, как правило, проблемные. Никогда нигде не работали, за душой ничего нет, а вот с папашек напротив. Есть что поиметь, правильно вы догадались, обставляется все так, отец должен помочь матери своего ребенка вырастить достойного человека до кучи, решить вопрос с жильем, например. Приобрести женщине автомобиль, может быть даже часть бизнеса на нее отписать, какой-то счет в банке, организовать на ее имя и барабанная дробь. Как только часть богатств мужа перекочевала к женщине, львиная их доля уходит в пользу благотворителей. Занавес. А нет, не занавес. Кадры, которые вы увидели только что, нуждаются в пояснении. Разумеется, что мужчины, когда сталкиваются с активистами из Стопки Днеппинга, в числе которых есть и люди с уголовным прошлым, об одном таком Сидневе я вам уже рассказывал, в какой-то момент начинают понимать, что их тупо разводят, иначе они не были бы состоятельными мужчинами. И вот тогда к несговорчивым папам применяются уже силовые методы. В данном случае я вам показал Артема Ярцева, которого избили и у которого похитили ребенка, где он сейчас отец не знает. Есть, впрочем, те, с кем вариант в морду не прокатывают. Ну, кто-то ведь и с охраной ходит с такими, начинают говорить с позиции давления по как будто бы закону фабрикуют уголовные дела, если проще. Я говорю, для педофилов. Для педофилов? Ну ты же мне предлагаешь. В кадре один из руководителей стопки днеппинга, московский адвокат Максимилиан Буров. Человек не стесняется, называя вещи своими именами, мол, состряпаем дело о педофилии и вся недолга. Но чаще, конечно, детей просто похищают с письменного согласия матери, а дальше начинается шантаж. Вот вам еще один пострадавший отец Роберт Голубков. Ну что, дергайся, не дергайся. При чем тут не дергайся? Вы ребенка забрали, парни. Мама забрала. Какая мама? Родная. Какая родная мама забрала? Документы мне дай, пожалуйста. Руки уберет меня. Ну слушай, руки уберет меня. Вы кто? Представитель ее. Примечательно, что затем каким-то чудным образом мать вывезла похищенного малыша за границу в Израиль без согласия отца. Те, кто в разводе имеют детей, знают, что без согласия одного из родителей этого сделать невозможно. Кстати, вот и документик. Пожалуйста, из ГУВД по Московской области, в котором черным по белому написано, что похищенный мальчик объявлен в международный розыск. В международный. Слушайте, если все так чисто и прозрачно у тех стопки днепперов, как ребенка-то в розыск объявили, да еще по линии Интерпола. А вот опять адвокат Буров. Настолько все по закону, видимо, человек делал, пытаясь украсть очередного малыша, что сотрудникам ПДН в дело пришлось вмешаться. А теперь самое интересное. Разумеется, что заниматься такими вещами без прикрытия какой-то адвокат вряд ли бы решился. Представляю вам еще одно действующее лицо. Вы ее только что видели. Александра Марова, генеральный директор фонда профилактики социального сиротства. Они с конторой Бурова активно сотрудничают. И это уже не какой-то там гопки днеппинг, простите, стопки днеппинг. Это серьезный благотворительный фонд, который финансируется за счет государственных грантов и пользуется поддержкой на самом высоком уровне, на уровне правительства нашей страны. Вот, например, цитата из заместителя министра образования Синюгиной. Фонд наш надежный партнер. Деятельность фонда решает действительно актуальные задачи. Это вот так вот, ребятки, актуальные задачи решают? Ничего себе, генеральный директор фонда, который, повторюсь, поддерживается на уровне правительства страны, участвует в каких-то гоп-налетах на несчастных родителей, впрямую замешана в похищении детей. А Марова это в каждом втором беспредельном похищении тех, что б киднепперов засветилось. В какой еще стране подобное возможно? Интересно, а знают ли надежные партнеры фонда профилактики социального сиротства? Какой профилактикой эта дама занимается на самом деле? Давайте я вам покажу, кто еще у нее в партнерах. Министерство экономического развития, здравоохранение, комитет Госдумы по вопросам семьи, комиссия общественной палаты по соцполитике, аппарат, уполномоченного по правам человека, уполномоченный по правам ребенка при президенте и так далее и тому подобное. Блеск, ребята! Вы все еще готовы вестись на эту чушь хотите, как в 90-е, к слову? После прошлой программы мне несколько писем с угрозами пришло, а еще контора господина Бурова начала скупать мелких дешевых блогеров по Рунету, которые за 3,50... Ай, да, разоблачать меня и даже программу «Человек» и «Закон» на Первом канале. Впрочем, их цена под тому и 3,50. Нормальные люди вряд ли согласятся на подобное. Очень хочется, чтобы этих общественников и благотворителей проверили уже, наконец, компетентные органы. Лично у меня есть подозрение, что там чем-то вроде секты попахивает. Коррупции пованивает. Но об этом расскажу уже в следующих выпусках. А это была реальная журналистика сегодня. Вот так переваривайте. Ну а дальше сами все знаете. К сожалению, эфирное время не резиновое. За сим спешу откланяться. Все, пока. Пока.